здравствуйте друзья светлана нам зачитает вопрос как быть человеку который выиграл green card но на оформление всего что с ней связано у него просто нет денег а желание получить и выехать в сша большое ну давай я скажу это весь вопрос я не знаю тут еще читай дальше что можно в принципе предпринять человек который не отличается способностями навыками особенно финансовом положении того чтобы уехать сша поисков лучших вам это другое это все это части там три части в этом смысл для такого человека простого малообеспеченного ввиду условий страны они собственные глупости и лентяйства вопрос нежелание а цели спасибо за внимание ваш труд значит я бы я бы первое сказал так что есть как бы две стороны что ли этой медали значит первая сторона медали состоит в том что есть человек который живет в какой-то стране и или его там что-то не устраивает или он может быть хочет каких-то возможностей которых нет в этой стране и вот он ищет возможность поехать в другую страну где может быть больше возможностей тогда это вот понятный интерес вот с этой стороны второй интерес есть с другой стороны это есть страна которая говорит мы приглашаем людей участвовать каких-то вот там мероприятиях квалификационных которые позволят им приехать к нам страну жить работать стать как бы участниками всего что здесь происходит в частности например там система социального обеспечения здравоохранения образования и так далее и так далее и вопрос в чем значит эта страна которая это делает она чего благотворительностью занимается и говорит давайте нам ваших серых и убогих а мы их тут обеспечим пусть отдыхают дальше и эта страна имеет какой-то другой интерес например там ну давайте людей которые хотят работать зарабатывать чтобы они сделали нашу страну сильнее богаче там и тогда если люди просто с деньгами у них другие способы приехать соединенные штаты и другой интерес может быть для этого мы мы об этом не говорим мы говорим про людей которые сами зарабатывают работают как то поэтому что я хочу сказать когда страна в частности соединенные штаты принимают иммигрантов есть разные категории иммигрантов вот есть беженцы их никто не спрашивает сколько у них денег говорят ли они по-английски собираются ли они с первого дня работать или будут сидеть на шее у государства предполагается что они будут сидеть на шее у государства раз только по времени сколько нужно чтобы они начали работать может быть даже всю жизнь а вот когда мы говорим про green card лотерею то предполагается и это в правилах и в условиях что человек не садится на шею государства для этого консулы которые интервью проводят пытаются понять что вот за человек вообще с точки зрения вот сесть на шею государства и они говорят ему ну вот например покажи что у тебя есть деньги может у тебя недвижимость которая вот пусть даже цены упали но все равно там допустим стоит до 50 тысяч долларов то есть и первое время не будешь ни у кого сидеть на шее и человек как бы обязуется на шее не сидеть и и должен продемонстрировать как бы вот свою готовность в этом плане нет такой задачи у американской стороны вот взять людей у которых денег вообще нет но которые хотят дать им денег на первое время и так далее такого нет в том что касается green card лотерея поэтому мы возвращаемся как бы на ту сторону и говорим вот есть человек он выиграл green card лотерея то есть ему такой знак дам а света скажи какой ему знак не слабый дам и значит теперь от него требуется найти там несколько тысяч долларов чтобы доехать там до этого интервью до москвы или там где он делу там проходит в новосибирске там в екатеринбурге в разных местах проводится в питере значит доехать до посольства или консулата пройти это интервью ему нужно приобрести билет чтобы доехать до соединенных штатов ему нужно показать может быть там что он я не знаю обладает какими-то средствами может он может получить спокойно визу я знаю людей которые получали визу спокойно без того чтобы обладать какими-то средствами но он допустим может иметь профессию какую-то ходовую он может сказать я там не обладаю там ходовой профессии но я с первого дня пойду работать вот на любую работу он может это сказать как бы с некоторым я знаю случаев просто истории люди пишут там это корову пойду доить говорит женщина интеллигентная вот там и там все сотрудники консульства от восторга аж там подпрыгнули и очень там чуть ли не не зааплодировали то есть если человек демонстрирует уровень решимости на начать новую жизнь в другом месте решимости этого уже зачастую бывает достаточно при том что у него там и языка нет и того нет и сего нет но вот понимаете вот этот это то что они хотят увидеть значит и где взять денег ну разберитесь вы что всю жизнь живете но одолжите у кого-то я не знаю я не говорю заработаете я понял что вы как бы заработать у вас не получается я я даже понял что вы в этом обвиняете систему а не себя то есть вы говорите я бы заработал в нормальном месте а вот в таком как тут я заработать не могу это очень опасный знак очень опасный потому что речь не не о каких-то там гигантских суммах если вы даже такую сумму не можете это это может быть на самом деле индикатором не очень симпатичным в том смысле в каком чего вы можете ожидать соединенных штатах здесь тоже надо пробиваться вы приедете у вас не будет языка у вас не будет знакомых особо вокруг вас никто за руку никуда не не поведет и так далее то есть это это не просто так это это стрессовая штука поэтому я думаю что это некоторый тест пройдя который или не пройдя который вы сделаете маленький шажочек понимание того вообще вы можете ну да значит там вопрос первая часть вопроса вот как быть если денег нет вторая часть вопроса что можно в принципе предпринять человека который не отличает способностями и навыками особенно финансовым положением для того чтобы уехать сша в поисках лучшей жизни значит в соединенных штатах уровень ожиданий от человека крайне низкий то есть от него не ожидается что он сильно умный что он какой-то там очень образованный то есть для того чтобы здесь нормально жить достаточно быть добросовестным а честным аккуратным законопослушным и ты уже будешь нормально жить если ты при этом еще образованный инициативный там я не знаю что ты вообще уже миллионер там через несколько лет и это в космосе летаешь поэтому эта страна для простых людей но еще раз вы должны что-то делать вы должны хотеть что-то делать вы же иммигрант вы здесь не выросли у вас нет там десяти поколений и дома который от дедушки достался по наследству я хочу задать этому человеку вопрос вот три части в этом вопросе и в каждой части подчеркивается что он такой бедный несчастный вот у меня такой вопрос вот вы вообще-то в жизни чего-то хотя бы добивались вот вот вы можете назвать какие-то вещи которые вы напряглись вам не было это легко но вы взяли это и сделали вот вспомните если такие вещи были наверняка были если были вот вспомните это свое состояние то есть иммиграция в америку она будет сродни вот тому вашему состоянию преодолению преодоления а потому что то что я вижу здесь ну там и как-то себя уже похоронили так вот малообеспеченный нету денег у меня вот я так как-то же способна если а если у меня а если мне вообще куда-то смысл куда-то рыбаться я уже вроде тут так пристроился тут так тепленько ну не очень я уже как-то так живу поэтому за вас запросы миграции никто не решит вы должны сами себе ответить вы можете это сделать или нет и для этого должны посмотреть готовы вы выйти за свою зону комфорта и все-таки поднапрячься но если вы себя гнобить будете вот и рассуждать о том что я тут я не могу там мне не дали с одной стороны он живет такой стране где заработать нельзя с другой стороны он говорит что у него собственные талантов способности особо нет никаких там или не таких чтоб там как-то вот на это рассчитывать там и так далее и так далее значит если низкий уровень энергии в человеке да лучше не надо поэтому проанализируйте свою жизнь если вот вы вспомните такие моменты что вам безумно чего-то хотелось но безумно и вы все-таки встали с дивана и это все сделали тем более что тут написано что вы не лентяй да вам не было это легко сделать и все все что было вокруг вас было против того чтобы это сделать это если он не лентяй он здесь нормально будет жить не но это отдельный вопрос должен говорить что он не лентяй даже субъективное мнение поэтому вот я говорю что вспомните были такие вещи когда вам пришлось сильно напрячься сильно что это не было просто вот не отговорки где вся система была против вас все друзья были против это все было против против а вы встали сделали если вы это хоть раз жизни делали да то вы можете понять что такое иммиграция если вы никогда в жизни этого не делали так у вас ни шапка ни валка вся жизнь была такая вот не слишком активная не слишком такая вот более-менее все то я не думаю для вас это будет очень большой стресс нет для него это уже большой стресс но вопрос чем понимаешь он жил себе жил вот такой жизнью так но его явно это не устраивало он он вот играл в лотерею то есть ему что-то хотелось может быть это даже фантазия какая-то была но так он играл вот и вдруг раз случилось и вопрос в чем дальше то что делать дальше это постой постой он говорит она мне во всё надо вот первый вопрос который он сейчас задает существует это она мне вообще надо если бы у него решился вопрос она мне вообще надо у него у него решился вопрос где где взять денег до посольства или там что это тест этот раз на то что в состоянии ли вы Если вам будет сильно надо, то вы решите вопрос деньгами, потому что люди выкручиваются из таких ситуаций вообще, ну давай им для этого придется пошевелить чем-то, мозгами или друзьями, или чем-то, с дивана слезьте, что-то делать, поэтому присмотрите себе, подумайте, оно вам надо, нет, ну он же нас и спрашивает, а оно у меня есть смысл ехать, а вот я там без огня, не, не, одну секунду, мы вам показали взгляд со стороны, а решение, нужно оно вам или нет, можете принять только вы, И в этом и есть самая суть, мы немножко, знаете, смотрим издалека, немножко с другой колокольни, мы вас не знаем лично, мы опираемся только на то, что вы пишете, у нас складывается вот такой вот какой-то взгляд на вашу ситуацию, а дальше вы сами решаете, нужно вам это или нет Светик, но вопрос еще в чем, что помимо вот автора письма, тут имени нет, да, вот, есть еще другие люди, которые нас слушают, там может быть еще несколько тысяч человек посмотрят это видео, да, поэтому им же тоже интересно, понимаешь, они тоже что-то из этого ответа для себя пытаются извлечь Но вы знаете что, вот нас очень часто спрашивают, а как мне поступить, и я бы вот самую общую такую вот вещь сказала, опять же, то же самое, мы не можем принять никакого решения для вас, для вас, и сказать вам, как вам поступить, мы можем просто какой-то взгляд здесь выразить, да, а вы уже, посмотрев взгляд со стороны, можете принять решение Это же понятно все, это достаточно простая идея, я думаю, вот что происходит, когда человек вопрос задает, может быть, он хочет услышать то, что он и так думает, но ему нужно какое-то подтверждение со стороны, понимаешь, сигнал извне иногда очень нужен, при том, что решение внутри, может быть, уже созрело, но оно требует вот Конечно, мы просто показываем ситуацию, как мы ее видим отсюда, она немножко отличается от той, которую видите вы, потому что мы все-таки далеко С другой перспективы, да Да, конечно Но, в общем, короче, если соберется человек и скажет, я пошел, мне это надо, я пойду, у него более-менее все сложится, скорее всего Вот, если он говорит, я не знаю, оно мне нужно или не нужно, скорее всего Пока нет денег Скорее всего, скорее всего, не очень сложится Да Вот, так что пожелаем молодому человеку успехов и чтобы он вот в своем решении определился И когда уже определиться, чтобы ему было хорошо с тем, что он решит Потому что одним способом он поступит или другим, прямо противоположным, это не суть важна Важно, чтобы он понимал при этом, что он делает то, что он должен был сделать, то, что соответствует его пониманию жизни, предназначению и так далее, чтобы он был доволен Вот это важно Нет такого, что все должны куда-то уехать или все должны где-то остаться Я немножко в топе скажу Вот сегодня 30 января, да, а у нас уже начинается весна Вот я смотрю по сторонам, и у нас уже цветет довольно много деревьев А дубанчики вижу Нет, японская вишня зацвела, вон только что мы проезжали, не знаю, было видно или нет Да, и это самое, и мимоза зацвела, то есть 1 февраля у нас уже был сигнал весны Да И? Ну ничего, просто комментарий, я смотрю по сторонам А, я понял Так вот, вот цветет все, видишь, весна Друзья, чтобы наша жизнь так цвела, как мимоза в конце января цветет в Калифорнии Счастливо